Закон, ужесточающий наказание за преступления в отношении детей, приняли в Сенате. Он вступит в силу после подписи президента. Документ направлен на ужесточение ответственности, профилактику суицидов, укрепление института семьи и защиту безопасности детей, обеспечение безопасности детей. Подробности в следующем материале. Бурные обсуждения в парламенте и больше 70 поправок. Ключевыми законодательными новеллами документа стали криминализация бытового насилия и ужесточение наказания за преступления в отношении детей. Над проектом закона работала широкая группа экспертов, включая представителей нацкомиссии по правам женщин, уполномоченного по правам ребёнка, госорганов и адвокатов. Предусматривается запрет на назначение более мягкого наказания при преступлениях, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних. Исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и побои». За деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы. Так, за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в рамках закона предусматривается штраф в размере 200 МРП или 200 часов общественных работ, либо лишение свободы сроком до 50 суток. За избиение – штраф до 80 МРП или 80 часов общественных работ, либо арест на срок до 25 суток. За пытки виновнику будет грозить до 600 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 3 лет, а за педофилию и убийство ребёнка – пожизненное заключение. Президент страны Касым Жамар Кемелевич Тукаев уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. В рамках поручений главы государства были разработаны соответствующие законы. В частности, вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране. Между тем, в Сенате также ответили на обеспокоенность депутатов касательно того, что закон может привести к массовому лишению родительских прав. Уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева подчеркнула – на это нет никаких оснований. Норм по отобранию детей, изъятию детей из семьи в данном законопроекте нет. В настоящее время в существующем законодательстве, в кодексе по семье, с 2011 года закреплены все основания по отобранию детей, лишению, ограничению прав родителей. И все основания там прописаны. Новых оснований нет. В рамках закона также предусмотрены механизмы для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Нормами определяются полномочия соответствующих уполномоченных органов. На законодательном уровне устанавливаются компетенции таких организаций, как Центр поддержки семьи и Контакт-центр 111. Анелье Дельхазыжандус Битабаров и Азамат Саметов, 24КЗ.